Ожесточенные бои кипяты на юге страны, на подступах к столице. Менее чем в полусотни километров от Дамаска, Дума, своеобразная цитадель терроризма в Сирии. Город давно находится под контролем боевиков Ан-Нусре. Они превратили жилые кварталы в хорошо укрепленный лагерь. И выбить их оттуда непросто. Там, где экстремистов все же удалось отбросить назад, побывал наш корреспондент Сергей Зенин. Сейчас мы приближаемся к одному из самых опасных мест в Сирии, городу Дума. Он отсюда в трех километрах. Бойцы сирийской армии согласились доставить нас непосредственно на линию фронта. Точнее, на линию огня. От вражеских корректировщиков, технику и бойцов, пришедших передохнуть с линии фронта, закрывают многоэтажные здания. Танки все старые, не раз попадавшие под обстрел. Из трофеев вот это зенитное орудие. Мы ее отобрали в бою, уничтожив расчеты с четырех человек. Она вся была в надписях «Армия Ислама, Исламская дивизия». Здесь были нарисованы их флаги. Всю эту ерунду мы закрасили, и теперь бьем из нее террористов. Несмотря на близость войны, мирные жители в домах еще есть. Дети увлеченные играют в песке, не обращая никакого внимания на звуки разрывов. Старшему не больше четырех. Он еще не родился, когда здесь уже стреляли. Нас будет сопровождать спецназ. Небольшая группа самых опытных и самых храбрых. Выдвижение предваряет получасовой артиллерийский обстрел позиций террористов. Пока бандиты будут зализывать раны и перемещать огневые точки, есть надежда, что мы сможем проскочить. Никакой техники, только пешком. За звуком танка или бронетранспортера можно не услышать свист летящей мины или характерные щелчки снайперской винтовки. Земля буквально нашпигована взрывчаткой. Вот таких противопехотных мин обнаружили и обезвредили более трехсот. А это мины американского образца «Клеймор». Она на боевом взводе, с дистанционным управлением. Куда тянутся провода, неизвестно. Близко лучше не подходить. И, пожалуй, самая изуверская ловушка от тех, кто называет себя воинами ислама. Террористы оставили здесь Коран не просто так. Они его заминировали. Хорошо, что заметили вовремя, вызвали саперов. Он здесь долго лежал в назидании молодым бойцам, чтобы они были предельно осторожны. Я сейчас подумал, я, наверное, его заберу. Святая книга не должна валяться в пыли. При подходе к опасному участку командир разделяет нас на небольшие группы. Он объясняет, что мы будем у террористов как на ладони. Задача несложная – просто бежать. Справа до позиции террористов километр. Оттуда может стрелять миномет. Слева бандиты в трехстах метрах. Те самые огневые точки, которые несколько минут назад подавляла сирийская артиллерия. До недавнего времени здесь располагались позиции террористов. Дальнейшие передвижения только по отвоеванным у бандитов окопам. В этом редком лесу самые крайние рубежи сирийской армии у города Дума. Кажется, руку протяни, и вот она Дума. Буквально, совсем-совсем рядом. Я даже слышу, как Муэдзин призывает на вечерний намаз. Там, на территории террористов. Там, где лес погуще и растут высокие кусты, можно какое-то время постоять в полный рост. Там дорога скоростная, Дамаск-Багдад. Она сейчас не функционирует. За ней Дума. Отсюда 250, может, 300 метров. Террористов в городе Дума, по нашим сведениям, несколько тысяч. Во время наступления сирийской армии российские воздушно-космические силы здесь не работали. Слишком близко к населенному пункту. Была опасность того, что пострадают не только террористы. Но наши военные помогали сирийцам разведданными. Кадры, снятые беспилотником. Группа из нескольких человек – это и есть бандиты из запрещенной в России группировки Ан-Нусра. Ведут себя профессионально, стараются держаться в тени. Но от всевидящего ока российского боевого дрона все-таки не ускользнули. Сирийская авиация нанесла тогда мощнейший удар по этому объекту. Но прошла неделя, бандиты снова пробрались на позиции. И как только наш оператор выглянул из окопа, чтобы снять здание, где они засели, с той стороны открыли огонь. Командир запросил поддержку. Заработала артиллерия сирийской армии. Сирийская артиллерия обстреливает террористов, и снаряды пролетают над нами. Те, в свою очередь, тоже периодически отвечают. На военном языке это означает – позиция скомпрометирована. На простом разговорном нужно уносить ноги.